Продолжение следует... В последующем, когда вы просматривали эти кадры, вы просто радовались. Было такое. Было это замечательное время, когда мы с нашими душанвинцами отдыхали на Черном море. Друзья, я предлагаю выпить за тех людей, которые собрались за этим столом. Потому что, несмотря на все наши должности, все звания наши, мы выбираем такой свободный образ жизни. И такой свободный отдых. И, в принципе, может быть, это какой-то наш национальный такой акцент, что мы жили в Таджикистане, что у нас был свободный выход в горы, много свежего воздуха, свободное общение. Вот из Баку у нас здесь наши соседи. Поэтому, несмотря на то, что есть гостиницы хорошие, большие такие отели, где комфортно и уютно, мы выбираем палаточный быт, где мы себя чувствуем очень раскрепощенно и свободно, ни к чему не обязывающий. Наверное, это наш стиль жизни. Поэтому вот за тех новых друзей, с которыми сегодня познакомились, и чтобы отношения эти сохранились и продолжались. Вот как-то, чтобы мы могли в любую минуту найти друг друга и получить приятное от общения. А для этого все записались у Лены. А Лены нету. Я предлагаю выпить за нас. Давайте. Товарищи душамбекнутые и не очень. Для тех, кто как бы еще не знает, кто не в курсе, у нас есть такой форум душамбе.ру, который появился сначала в 2000 году. И с тех пор мы провели уже пять международных встреч с 2000 года. Это была встреча в Москве, еще раз в Москве, в Санкт-Петербурге, в душамбе, четвертая встреча. И вот в июне была пятая международная встреча в Душамбинске. Душамбинцев в Минске. Это собралось очень много. Скажем так, в Питере собралось порядка 110-120 человек. Это США, Израиль, Германия, Франция, Англия, Греция, Россия, Украина. Я даже не говорю про СНГ. Значит, в Минске вот последняя встреча была в июне месяц. Собралось 74 человека тоже из разных стран. США и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Так получилось, так сложилось, что я являюсь одним из основателей этого форума. Как выяснилось на встрече в Питере, что, скажем так, папа-форума, как выяснилось на встрече в Питере, что, оказывается, у нас есть еще один папа. У нас есть девочка некая, мама Аля, которая как бы была тоже организатором. Вот как бы два папы. Так вот, значит, я не буду углубляться в это, ладно. Я, значит, предварительно провел консультацию со вторым папой. И, значит, сейчас вот от имени одному из двух пап форума Душамбе-Ру я объявляю эту встречу шестой международной встречей душамбинцев форума Душамбе-Ру. Шестая международная встреча. Предлагаю вывезти. Я не отвечаю просто. На какие официальные даже пригласили. Это официальные объявления. Вы не жили, да, Лена? Да. Нет, не поэтому. Ай, спасибо, Димыч. Ай, ты молодец. Давайте за шестую международную встречу душамбинцев. Совершенно непонятно, кто из этого вывезти. Потому что пусть из дальнего зарубежья не присутствует, но вот сейчас я дополняю. У нас здесь собрались близкие по духу люди. Скажем, не только мы душамбинцы, которые перетерпели некоторые моменты, но и бакинцы, но и чеченцы. Так что мы определенное братство людей, связанное в некоторой части форумом. Но я думаю, остальные тоже в ближайшее время подсоединятся. Это тебе надо следить. Чтобы регистрация прошла нормально. Я хочу еще добавить, что такого экстрима, такого адреналина, как здесь, вот этот горы, вот этот сель, вот этот поток, не было еще ни на одной международке. Мы просто уникальные международные встречи. Вот шестая, да, это шестая. Вот запомните это, пожалуйста. Давайте за шестую международку. Я думаю, все запомним. Не, я говорю правду, не при... Сейчас дограют дрова, и мы сразу же, сразу же начинаем жарить. Скрытая камера пошла. Скажи что-нибудь. Так, ну что сказать, Витя? Хороший вечер, хорошая компания. Сюда смотреть, в глаза. Понятно, понятно. Эти глаза честные. Да я даже не знаю, что говорить, я такой стеснительный. Давай выпьем лучше.